Разрежьте квадрат на 5 прямоугольников, никакие два из которых не имеют общей стороны. Сразу скажу, что такое общая сторона у двух прямоугольников. Вот представьте себе, один прямоугольник и прямо под ним другой. Не обязательно того же размера, нижний прямоугольник мог быть гораздо меньше, ничего страшного. Важно, что вот этот отрезок будем называть общей стороной. Это отрезок, который является стороной и для одного, и для другого. Заметьте, что если бы у нас был прямоугольник один вот такой, а другой такой, то мы не говорили бы, что это общая сторона. Потому что это, безусловно, общий отрезок стороны и для того, и для того, но не общая сторона. Теперь повторяю условие задачи. Разрежьте квадрат на 5 прямоугольников, никакие два из которых не имеют общей стороны. Сторона одного прямоугольника может быть частью стороны другого. Нельзя лишь допустить точного совпадения сторон. Рисуйте, опять, как и в предыдущем случае, рано или поздно у кого-то из вас получится. А они не должны точно совпадать? Одна сторона может быть кусочком другой, это пожалуйста. Но нельзя допустить точного совпадения. То есть не может быть отрезка, который является стороной, и от того и от другого не нужно. Потому что у вас рядом есть много совпадений. Они важны. Дело в том, что если даже у вас это будет не квадрат, то можно же растянуть картинку в сколько-то раз. Это, как раз, не имеет особого значения. Кстати, ребята, запомните простую вещь. Довольно часто, когда вы пытаетесь исправить рисунок, от этого он становится хуже. То есть, смотри, он провел первую растление, она была ничем не хуже, не лучше той, которую он провел потом. Однако грязь осталась. Уж если решили исправлять, так исправляйте. Стирайте. Так, все, нарисовал. Все, все, спасибо, уже пора сесть. Вот этот отрезок является стороной для двух прямоугольников сразу. Это не решение задачи. Рисунок не может быть признан ответом, потому что вот эти двух прямоугольников, к сожалению, есть в точности общая сторона. Если у вас есть решение, ответ, выходите, показывайте. Если нет решения, сидите, решайте. Но не надо изображать себя мудрецов и советовать, что вот так, давайте так, давайте так. Впрочем, ребята, математика – это же один из важнейших школьных предметов. Не потому, что он учит конкретным вещам. Я уверен, что большинству из вас в жизни вот эта картинка никогда не понадобится. Хотя, с другой стороны, что значит не понадобится? В общем, лучше все-таки обладать широким круглазором. Но не за этим, не за конкретными вещами. Уж многие уравнения, которые вас учат решать, вам точно никогда в жизни не понадобится. Главное, почему математика нужна человеку, и, кстати, это причина, почему математику так не любят многие политики, да, математика сейчас любят. Математика нужна, потому что в ней очень хорошо видно, что такое решил, не решил. В ней очень хорошо видно, что такое точное утверждение. Понимаете? Невозможно наполовину решить вот эту задачу. Либо есть картинка, и все. И тогда любой начальник должен быть. Вот принцип, я начальник-то дурак, и наоборот, в математике не работает. Вот, почти во всех областях жизни работает, а в математике не работает. И именно этим математика, как школьный предмет, важна. Она учит тому, что существует объективная реальность. Понимаете? Кроме, там, чинопочитания, кроме того, что пред королем все падают и тениц, есть еще и объективный мир. Картинка должна быть. И как только вы ее нарисуете, все должны будут согласиться. Ну, конечно, там, если политикам это нужно, то они не согласятся, это все понятно. Но, тем не менее, тем не менее, математика учит тому, что есть истина. Есть объективная реальность, которая нужна. Которая важна и которую невозможно опровергнуть. Что все? Нашел? Да. Рисуй. Пожалуйста, на доске рисуем. Смотрим на картинку его же. Нет, уже, давай, давай, держи. На самом деле, к сожалению, уже все. Уже все. Вот она, общая сторона. Кстати, не сильно отличаются. Это ваши две картинки. Размерами немножко. А вообще... Да? Да, зеркаля. Хорошо. Все, спасибо. К сожалению, опять-таки важны черта математики. Вот эти вот и вот еще. Это уже не важно. Если у вас уже нашли одну ошибку, то дальше неинтересно. Вы уже преграли. Уже неверное решение. Пока вы решаете, просто такой простой вопрос, ясно. Представьте себе, что вы вышли на улицу, прямо сюда, на арбат, с двумя фотографиями. Взяли фотографию, ну, чтобы не обидно было, не знаю, там, президента США. Надеюсь, что не обидится, да, у нас не услышат. Вот. Фотографию президента США и, ну, не знаю, кто на нас еще не обидится. Ну, не знаю, там, президент Франции. Не обидится, не обидится. Тоже, небось, наша зависть не будет слушать. Итак, взяли две фотографии, пошли на арбат, показываете их прохожим и говорите, вот, пожалуйста, сосудический опрос. Скажите, пожалуйста, кто из них двоих президент США? Ну, и представьте себе, я не знаю, там, тысячу человек вы опросили. Нарбать это легко. Скажем, пусть половина угадали, сказали правильно. Скажите, пожалуйста, какой процент прохожих арбата? Знают, кто президент США. Молодцы. Я ждал такого ответа. Молодцы, 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 ребята. Это очень правильно. Действительно. Еще раз. Взяли две фотографии. Одна из них – это Обама, другая – президент Франции. Вы меня, простите, ребят, я политически не наступаю. Саркадин. Ну, саркадин, саркадин. Вот, в любом случае, я ничего плохого не хочу. Вот, пошли на арбат. И, значит, показываете. Половина угадала. Повторяю вопрос. Сколько процентов? И еще раз. Сколько процентов его знают, если половина его угадала? Пятьдесят. Пятьдесят. А если еще подумать? Вадцать пять. А если у нас еще потом? Сколько? Мне даже пятьдесят. Да, может быть, хоть один человек, кто-то может. В другой турнир? По арбатам музыра сходил. И вы его много раз просили. Хорошо. Слушайте, на самом деле, если честно, большинство знает, что президент Америки чернокожий. Нет, давайте, я, конечно, неправильно. Берем вашу маму замечательно, которая здесь сидит. Значит, две фотографии, одну зовут так, другую так. Побежали спрашивать, кого. Бидесят процентов угадали. А теперь я понял. Да, теперь ты понял, что ты понял. Сколько процентов знают, если половину угадали? Двадцать пять. Двадцать пять. Может, меньше, чем пятьдесят? Меньше, чем пятьдесят. А вот, я не могу прощать. Ребята, вот это называется поколение ЕГЭ. Это называется поколение ЕГЭ. То есть, действительно, вы уверены, что если вы угадали, то это потому, что вы знаете. Нет. Да, наверное, не может пощасаться. Здесь не посчастливится. А если вы будете просто, а все это случайно показывать, вообще не глядя на эти фотографии, то вы в половине случаев как раз угадаете. Разве это непонятно? Значит, если народ думал и только в половине случаев угадал, это значит, скажу вам по секрету, что это кто? Совсем-совсем никто. Совсем-совсем ничего не знает. Потому что если они хоть что-нибудь знают, то обязательно процент угадавших был бы больше, чем 50. Нет, я сейчас продолжу. Я сейчас продолжу. Длиннее. Представьте себе, что у вас есть 5 вопросов. На каждый вопрос надо ответить да или нет. Понимаете? Да. Да, нет. Итак, вот 5 вопросов. Да, нет. Первый, второй, пятый. Который на работу в школе? Класс? Ну, я не знаю, сколько человек. Тридцать. Тридцать человек, да. Замечательно. Тридцать человек в классе. И, скажем, один человек не ответил ни на один вопрос. Правильно или нет? Да. Один человек, полный двоечник. Все ответы неправильно. Просто дружеком. Секунду. И один человек на все вопросы ответил правильно. Скажите, пожалуйста, что вы будете думать про этот класс? Да. Мне кажется, что... Хорошо включили предмет или нет? Нормально. 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 То есть не зря в школу ходили. Да? Хорошо, но могли бы и лучше. Могли бы и лучше, но не зря учились. Могли бы и те 28 человек просто гадать. Значит, господа, давайте мы объясним с ту вещь. Вот положено, что они вообще не будут в школу, на уроке ничего делать, а отвечать на вопросы будут чисто случайно. И пусть народу надо будет не тридцать, а тридцать два. Сейчас увидим, зачем. Если отвечать совсем случайно, то примерно половина на первый вопрос ответит «да», примерно половина ответит «нет». Согласны? Отлично. Вот у вас были все люди, они сейчас разделились по первому вопросу. После этого по второму вопросу. Здесь разделятся и здесь разделятся. Согласны? Да. По третьему вопросу. По четвертому вопросу. И, наконец, по пятому вопросу. Сколько точек? Тридцать две. Тридцать две. Тридцать две точки. Потому что, смотрите, здесь была одна, здесь две, четыре, восемь, шестнадцать, тридцать две. Тридцать две. Один бы человек на все вопросы ответил, если случайно отвечать. Один человек на все вопросы ответил бы, то есть, один был бы отличный, один был бы отличный. Поняли ли я? Да. То есть, если абсолютно случайно отвечать, то примерно так и есть. Хорошо? Нет, нельзя. Потому что, когда ты от прямоугольника отрезаешь кусочек, получается не прямоугольник. Нет, нам не... Повторяю, когда ты от прямоугольника отрезаешь кусочек, вот такая вот картинка, что, как ты нарисован в цитрахе, в одном или другое, разумеется, нельзя. Все, спасибо. Уже неверно. Все. А нет. Все. В следующий раз. Я просто не давал записать. Я вот это не заверимое. Надо взять заново и написать. И это вы думаете, разлежете все на пять прямоугольников? Вот смотрите. Что же создадите? Раз, два, три, четыре, пять. Это пишет замечательно. Но здесь есть огромное количество близков. Задачи не были предусмотрены как. Все, спасибо. Ну что ж. Единственное, опять непонятно, зачем. Зачем вы здесь несколько раз вздавали один и тот же отрезок? То есть смысл такой. Берем произвольный прямоугольник. Берем привольный прямоугольник. Проводим отрезок. Проводим еще так отрезок. Проводим вот так и вот так. Ну-ка. Получились 5 у нас прямоугольник. Кстати, заметьте, квадрат – это тоже прямоугольник. Поэтому можно квадрат тоже заменить прямоугольник. Просто квадрат – прямоугольник, у которого длина всех сторон одинаковая. Редактор субтитров – это тоже.